Привет, Страж! Я Джонни Лейни, рад приветствовать тебя в новом видео на канале Трипл Вайп. Сегодня у нас обзор на экзотик, а точнее на лучшую лучевую винтовку-волнолом. Сори, мой ПК-зритель, но эта красотка эксклюзивная для PlayStation 4, пока что. Обычно эксклюзивные экзоты становятся доступны на других платформах спустя какое-то время. Может через год, может раньше, может уже с черным арсеналом в декабре, вот-вот. Так или иначе, надеюсь, что к моменту ее появления на вашей платформе, будь то ПК или Иксбокс, его не занерфают. Как получить его на PlayStation? Рандомно с инграм и наград за налеты и матчи. Мне он упал в гамбите вроде? Или в налете? Может в рейде? Блин, столько экзотов выбил, что уже и не вспомню откуда какой. Этот экзот третий в своем роде, и он закрывает арсенал лучевых экзотиков. Холодное сердце имел электрический тип урона, линза Прометея огненный, ну вот, а Волнолом пустотный. Давайте взглянем на перки этого бластера. Перк Гармонический лазер будет увеличивать урон со временем, то есть чем дольше стреляешь, тем больше урон. А с помощью перка сверхзаряженный аккумулятор, мощность еще будет возрастать на короткое время после подбора вами сферы света. Об этом перке я скажу отдельно чуть позже. За стабильность тут отвечает ствол полигональные нарезы и подогнанный приклад. А за емкость магазина улучшенный аккумулятор. Да даже визуально, как и почти любое оружие от Амалон, выглядит просто потрясающе. Индикация, которую вы видите на небольшом дисплее, отображает три ступени урона. Сначала три волны, идущих попеременно, это минимальный заряд. Затем все кучнее и кучнее, и максимум урона наносится, когда все три линии становятся красными. Меняются они рандомно. Первая и вторая фаза может быть активна как в начале стрельбы, так и на ее протяжении. Красный же уровень, который наносит больше всего урона, конечно же встречается чаще только ближе к концу запаса магазина. Но, помним про перк, сверхзаряженный аккумулятор. Когда вы подбираете сферу света, урон с волнолома увеличивается эквивалентно третьему уровню, на целых 9 секунд. Сами понимаете, что хоть в ПВЕ активности, хоть в матче Гарнила, это просто огромный плюс. Если в цифрах, то второй уровень заряда дает бонус к урону в 25%, а третий в 50%. В ПВП при этих бонусах народ уже сравнивает пушку с линзой Прометея, которая была сломана и дамажила уж слишком много. Я, наверное, соглашусь, дамага в этом экзоте, и правда почти как в предшественнике. Спасает в Гарниле одно. Патронов с респауном дается лишь 50, что довольно мало. Однако, целый фхак, их будет с лихвой хватать, если с помощью какого-то абсолютного оружия, первый слот, вы будете делать мультикилл, создавая тем самым орб света. Подбирать его, получать баф и тогда переключаться на волнолом. Но вообще, зелени в матчах валяется так много, что пустым волнолом почти никогда не будет. Некоторые стреляют из такого типа винтовок, как из винтовок разведчика, короткими отсечками. Но смысла в этом лично я так и не ощутил. Да, контролировать оружие так сильно проще, но вы увеличиваете себе время убийства, при выходе на нескольких противников добавляете себе тем самым еще проблем, да и вообще как-то весь вайп теряется от этого экзота при таком использовании. В итоге скажу, можете поверить, пушка по правде может занимать одно из первых мест в вашем списке желаний. На этом пока все. Еще раз повторюсь, что на данный момент это оружие могут получить только игроки на PlayStation, но информации о его появлении на других платформах стоит подождать. Спасибо за просмотр. Если тебе нравится канал, подпишись, поставь свой экзотический лайк и до связи.